Коллеги, рядом со мной Руслан Соловьев, компания «Градусы всего мира». Здравствуйте. Да, добрый день. Давайте пообщаемся. Вы спикер нашей деловой сессии. Давайте пообщаемся о темах. А, ну, самое интересное для меня было, это именно вайн-ритейл. Ее очень классно организовали, рассказали о трендах, что будет, куда двигается онлайн. Двигается он в классном направлении, и что, как только это откроется, ящичек вот этот онлайн-продажи алкоголя, то как раз онлайн очень сильный стремительный рост почувствуют. Потому что на самом деле сейчас во всем мире двигатель всего онлайн, именно фуд, это как раз алкоголь. Вот в Америке алкоголь растет уже вообще там четырехзначными темпами, хотя весь рынок растет там всего лишь двухзначными темпами. Растущий алкоголь, да. Мы понимаем, что в процесс, когда есть какой-то кризис, какие-то продукты падают, какие-то возрастают. И мы как раз общались в пандемийное время, насколько сильно этот рынок повысился. Видимо, рынок устойчиво растет. Рынок устойчиво растет. Структурные сдвиги в группах очень сильны. На самом деле сейчас то, что в эти там за апрель-май сейчас идет огромная именно перегруппировка по структуре. Получается, сейчас безалкогольные напитки двигают вообще прям весь фуд. Ну, то есть, если брать май, там, начало июня, то вроде же в том году была у нас жара, ну, если не ошибаюсь. В этом году не так жарко, но именно рынок безалкогольных напиток вырос в два раза. То есть, это, конечно, просто потребление меняется, добавляются различные новые виды. И как раз про импортозамещение. Вот если вдруг не будет Кока-Колы, Пепси-Колы или еще что-то, мы этого не почувствуем. Все привыкнут к Белоколе, еще там, а Чакова сейчас классные напитки делают. Так что не переживайте. Вот сейчас был на сессии, если интересно. Да, там Иван из Инфолайна, Федяков, разговаривал. И он, конечно, я пришел такой с утра, сегодня кофе ароматный, вкусный круассан, такой с позитивом, сейчас что-нибудь послушаю, как раз расскажу тоже. А послушал Ивана, подумал, боже мой, хочется умереть, потому что как очень все непозитивненько. Но на самом деле он сказал, что импортозамещение не работает, но я с ним не соглашусь. Если вдруг он меня увидит, то с того, что я с ним поговорю по этому поводу, потому что импортозамещение работает. На сегодняшний день у нас доля, да и не только у нас, я просто рассказывал про изменение структуры локальных игроков, федеральных игроков в структуре продаж. И потом Нильсон даже подтвердил сегодня, что доля локальщиков растет. Мы сейчас вводим локальных игроков, которые делают замену Марсу, Сникерсу и на батончики, которые быстро растущие, которых мы продаем очень много. И я с удовольствием в мире сети бы убрал все эти федеральные сети. Я не то, что такой против, но просто надоело об этом каждый день слушать, что мы уходим, мы не уходим. Ну, уходите здорово, вы даете пласт огромный, импортозамещение работает в алкоголе. Сейчас все вот эти Диаджо, Перношники, они все уходят. Ну, уходят, остаются, пока непонятно. Но наши, кто производители алкоголя, они уже сейчас столько новинок сделали, классных, вкусных, недорогих. Да, цены растут. Ну, к сожалению, вот мы в такой реалии живем. То, что у нас сейчас закроется Европа, ну, поплачем еще что. Ну, вот я сам путешествую по странам сейчас и ищу альтернативу, где что взять. Ну, только что из Казахстана, в Армению, в Азербайджан, сейчас в Узбекистан еще. Так я говорю, мы сейчас привезем такой классный алкоголь, вино. По цене это будет средний, средний минус, ну, и выше тоже. Ну, у нас из-за того, что средняя продажа в винной бутылке, это 300 рублей. Ну, это вообще в целом, там, 70% продаж всего алкоголя, это 300 до 400. Ну, так что все будет, будем пить вкусные вина. Армения, это не только коньяк, это вкуснейший вина. И многим даже российским виноделам можно еще потренироваться, что они делают. Ну, это вот такой. Так что все будет классно. Не обращайте внимания на аналитические обзоры. Плакать мы будем чуть позже. А сейчас берите себя за то самое место и вперед двигайтесь. Потому что пласт огромный, рынок огромный. Сети хотят сейчас как просто ищут, чтобы новинки там какие-то замены сделать и вообще просто поставщиков найти. Поэтому у небольших производителей сейчас огромная возможность стать средним производителем, большим производителем. Все, а Coca-Cola, Mars и Snickers, Ariel и Heineken, до свидания. Ну, с вами общаешься все время позитивно. У нас все будет хорошо, мы со всем справимся и все у нас будет настолько здорово, насколько мы сами этого пожелаем. Спасибо большое и удачи. Спасибо вам и держать, дерзайте все. Продолжение следует...